Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера. И у нас сегодня очень хороший вопрос. На что обращать внимание при выборе и покупке Пауэрбанка? Как вы знаете, Пауэрбанк или Повэрбанк, или Пауэрбанк, он представляет собой вот такое вот незатейливое мобильное устройство или внешний аккумулятор, который используется для зарядки наших гаджетов. Ну вот, буки, фотокамеры и так далее и тому подобное. Посредством подключения через USB разъем. USB Type-C, USB Type-A, microUSB и так далее. В отличие от портативных таких здоровых зарядных станций, на нашем канале есть у нас уже один обзор, ну то есть не обзор, а целый ряд видеороликов, посвященных EcoFlow River 2 Pro, данные устройства или Пауэрбанка рассчитаны для питания небольших приборов с малым потреблением энергии, мощи и так далее. То есть распределенная энергия. Вот такой вот маленький у нас есть, это у нас для часов, немножко побольше, 13 анкер, тоже неплохой, 20 тысяч сяумовский, тоже неплохой, и вот 30 тысяч базеус. Все они рассчитаны для зарядки небольших гаджетов. В то же время как зарядные станции обеспечат электропитанием, инструментами, кухонная бытовая техника и так далее, 220 вольт и так далее. Итак, давайте мы разберемся с Пауэрбанками, на что обратить внимание при выборе и покупке. Итак, поехали. Итак, поехали. Критерии выбора Пауэрбанка. Внешние аккумуляторы выпускают как фламбинские бренды, настоящие правильные фирмы, и также у нас непонятные фирмы из соседнего колхоза. Опыт у нас есть на нашем канале. Мы однажды приобрели там Пауэрбанк, 100-ваттный, ай-яй-яй, фирмы Джеллиус. Но на самом деле это был не Пауэрбанк, а какое-то чудо. В течение пяти дней я пытался его запустить в работу, он ввел себя совершенно непонятно, совершенно не слушался нас, и, соответственно, через пять дней данный Пауэрбанк был возвращен торговой сети. А после этого я приобрел правильный Базеус, 65 ватт, 30 тысяч мАч. Он себя ведет вполне актуально, никаких проблем, так сказать, нет. Итак, выбираем по названию фирмы. Huawei, согласен. Honor, согласен. Samsung, по-любому. Xiaomi, вот у нас есть 20 тысяч мАч. Xiaomi, верю. Redmi, надежен, по-любому. Не забываем, у нас есть шикарная фирма Anker. Здесь у нас, конечно, аккумуляторы уже были заменены, потому что этому Пауэрбанку очень много лет. Anker доверяем, Belkin доверяем, Bazeus по-любому доверяем. Есть еще другие, так сказать, китайские наши фирмы, которые, в принципе, тоже выпускают довольно-таки неплохие Пауэрбанки. Это Hyper, Romos, TopOn, Ugreen-чик неплохо выступает и так далее. Так что, если вы видите в магазине что-то такое большое, дешевое и с непонятным названием, лучше продолжите движение. Итак, следующее, на что надо обращать внимание, это емкость Пауэрбанка и выходные напряжения. А они у нас бывают разные. Итак, не будем дальше, так сказать, разъяснять все это дело. Вот, например, у нас 30 тысяч мАч. Вот у нас 20 тысяч мАч. Ну, чуть по... толщина поменьше. Вот у нас 13 тысяч переделаны. А вот у нас мыси-пусинки есть. Ну, тоже имеет определенную емкость. Итак, критерии самые главные. Выбираем емкость аккумулятора с запасом на 40, 50, а может даже и 60%. То есть, нам нужно 10 тысяч мАч, чтобы мы могли гонять это дело. Ну, значит, мы берем 2 царек по-любому. Вот у нас все умовские есть. Тогда нам будет полностью хватать емкости этого аппарата под все задачи. По-любому. Также обязательно убеждаемся, что у нас есть нужные поддерживаемые протоколы. Это Quick Charge, Fast Charge, Power Delivery и другие аналоги. Соответственно, применяем FNB58. Это хороший тестер, который тестирует наши аппараты и показывает, например, Power Delivery дает нам 19 или 20 вольт для питания наших современных ноутбуков или нет. Приходим в магазин, стоит аппаратик, все, ой, хороший, да, Power Delivery. Есть, есть, покупайте. А я говорю, а есть 20 вольт? Не знаю. Мы вставляем наш тестер FNB58, и он показывает, нету там 19 или 20 вольт. Соответственно, делаем выводы, господа. Обязательно при выборе или покупке Power Bank Воспользуйтесь FNB58 или другим тестером, у которого есть тест всех вот этих вот непонятных зарядок. Quick Charge, Fast Charge и так далее. Power Delivery обязательно проверяем. Следующая сила тока у Power Bank на выходе, так сказать, ну как, ну не силу тока, в принципе, а мощность. Мощность – это очень важная вещь. Например, 100-ваттный он может, ваш 100-ваттный Power Bank довольно-таки быстро может зарядить по протоколу Power Delivery, по быстрому протоколу, ваш ноутбук. 50-ваттный уже немножко будет помедленнее, будет перегреваться и так далее. То есть по мощности надо все-таки делать определенный запас. Например, вот у меня в моих аппаратах там 45 ватт, в ноутбуке, например, при зарядке мощность берется. А вот Базелусовский у меня 65 ватт. Запас имеется? Да, имеется. Уже будет меньше нагрев платы управления, и, соответственно, наш аппарат дольше прослужит. Следующее количество портов или портов – это очень тоже важная вещь. Обязательно смотрите на это дело. USB Type-C, Type-A и другие, так сказать, порты. Например, microUSB у нас имеются. Сразу распределяете все это дело, сколько вам портов надо, какая мощность вам нужна по портам тоже. Так что здесь обязательно на это дело обращаем внимание. Идем дальше. Ну, а теперь очень важная тема для туристов и служащих госучреждений. Это типы пауэрбанков. У нас бывают типы какие? Это компактные, небольшие, 1 ампер час, 3 ампер часа, 5 ампер часа. Вот этот, например, у меня переделанный для наших часов, Cospit Optimus 2. Это довольно-таки неплохо. Оперативно где-то чуть-чуть подзарядиться и всегда иметь у себя в кармане кусочек энергии. Есть такое дело. Стандартные, например, у нас есть типы размера. Не обращайте внимания. Изолента тут анкеровский хороший пауэрбанк. Но через 15 лет пришлось все-таки как-то аккумуляторы заменять. Стандартные. Это 10-15 тысяч миллиампер часов. Весит примерно 200-300 грамм. Это самый, в принципе, востребованный формат. Можно куда-то и в сумочку положить, и кусок энергии получить для нашего смартфона, для смарт-часов или даже, может быть, для каких-то других приборов. Вес небольшой. Следующие у нас, большие у нас есть. Вот сяомовские. 20 тысяч миллиампер часов. До 30. Уже весит от 500 до 700 грамм. Преимущество у нас здесь разъемы USB Type-C, быстрая зарядка и так далее. Но, обращаю ваше внимание, USB Type-C тут такое дело. Но самое главное, чтобы вот этот USB Type-C выдавал напругу по протоколу Power Delivery 20 или 19 вольт. Некоторые у нас не подходят. Так что просто так, по одному разъему, по виду, что он есть, брать нельзя. Надо все-таки обращать внимание, какую напругу он выдает. Ну и следующие, самые последние, это походные. Они у нас свыше 100 тысяч миллиампер часов, то есть 100 ампер, здоровые такие есть. У меня вот это вот 30. Ну он тоже такой тяжеленький. В сумку уже просто так не положишь. Это пауэрбанки. А вот, например, походные у нас уже имеют розетки 220 вольт. Они у нас весят 3 или 4 килограмма. Перевозка. Ну в руках-то, конечно, тяжковато. Это уже в машине, в багажнике и так далее. Там больше фишек. Там фонарики у нас применяются и так далее. Это уже не пауэрбанки, а почти что зарядные станции с большими, будем говорить так, габаритами, весами и так далее. Вот смотрите, вот у нас вот это вот распределение такое у нас есть. И маленькие у нас тоже есть. Так что вот для нас, для простых людей, не имеющих машину, вот такой вот наборчик как бы у нас и имеется. Соответственно, не забываем про разъемы и кабели. Кабели USB Type-C должны быть с хорошими показателями. Соответственно, непонятные кабели, предназначенные только для зарядки. У нас есть такие, да. Вот у нас кабелечек как бы есть, да, микро-USB. А на самом деле он дату уже не передает. Он просто работает как зарядный кабель. И то проводочки там, конечно, не ахти. Так что, как ни странно, на этом деле сейчас у нас многие фирмы наваривают хорошие деньги. Соответственно, фирма, качество, изготовление, качество проводов, именно диаметр провода, токи. Как бы это все элементарно, но это возвели уже в такую, в политику, что, ай, кабель такой-то фирмы и так далее. Ну, приходится мириться. Так что, кабели к нашим пауэрбанкам обязательно подбираем качественные, правильные, позволяющие пропустить такую-то мощность, передающие дату или, так сказать, данные. Есть у нас кабели одни, зарядные, а есть и правильные. Ну, вот как-то так. Лайтнинг тоже, насчет айфонов, обратите внимание. У кого айфоны, то должны быть поддержка лайтнинга и так далее, и протокола такого. Так что, разъемы и кабели – это очень важная вещь. Продвигаемся далее. Давайте посмотрим на дополнительные функции и фишки. Это очень важная вещь. Некоторые говорят, что это для узких потребителей и так далее, но это сейчас у нас распространяется по широким кругам покупателей. Итак, первая штучка – это солнечная батарея. Если честно, ерунда ерундой. Ничего хорошего у нас не получится. Если пауэрбанк с солнечной батареей положить где-то на солнце, он сам перегреется, ничего хорошего у нас не получится. Солнечная батарея – это надо большие иметь размеры, хорошие токи, правильные напряжения и так далее. Вот. Ерунда это все. Протокол пауэрделивери – это экспресс-зарядка для ноутбуков, смартфонов Apple и Google и так далее. Это очень важная вещь. При покупке обязательно обращайте на это дело внимание. Используйтесь. Если в магазине никто ничего не знает и на коробке ничего не написано, FNB58, обязательно применяйте, и он вам точно скажет, какие показатели имеет функция пауэрделивери. Это современная вещь. Она должна быть на каждом нашем пауэрбанке. Следующая – индикация. Тоже важная вещь. Индикация у нас бывает, да, вот светодиодики у нас светятся, так сказать. Здесь у нас поменьше светодиодики, массипусенькие тоже, 4 штучки. А есть у нас более правильные варианты. Вот, смотрите, здесь у нас… Увидите, не увидите? В принципе, да, вот 100% и так далее. Здесь у нас многофункциональный индикатор. Он у нас не яркий, чтобы не жрать вот эту вот дорогущую энергию и так далее. Он у нас показывает процент зарядки нашего пауэрбанка. Он у нас показывает вольтаж, выдаваемый на заряжаемые устройства. Это, например, 5 вольт, 9 вольт – это уже быстрая зарядка, 12 вольт – это быстрая зарядка, 19 или 20 вольт – это уже пауэрдиловери, вот эти вот напроги для зарядки наших ноутбуков. Здесь все у нас видно. И самое главное еще – ток показывает миллиампер часа, ну, до амперов там и так далее. Это тоже очень важная вещь, потому что некоторые наши гаджеты пишут – Валерыч, 100% все, я зарядился, 100% все нормально. А смотришь на пауэрбанк, а там идет еще зарядный ток – 300, 400, 500 миллиампер и так далее. Так что не спешим отключать наши гаджеты от пауэрбанка или даже зарядного устройства, когда сам телефон пишет – все, нормально, 100%. Это не верьте глазам своим. Так что вот правильные индикаторы с напряжением, с процентами, с токами – это важная вещь. Следующая фишка – беспроводная зарядка. Это, в принципе, как бы неплохо. КПДшка, конечно, беспроводных вот этих зарядок низкая, если честно, низкая. Да, у нас на пауэрбанках бывает, так сказать, эта фишечка есть, часики у кого есть с беспроводной зарядкой, просто так вот положил, заряжается. Да, интересно, но КПДшка, если честно, никакая. Поиграться всегда можно. Следующая функция – сквозной зарядки. Это пауэрбанк в процессе зарядки питает и параллельно несколько устройств. Это правильная штука, хорошая штука и нужная штука. Например, вот старые пауэрбанки такой ерундой у нас не занимались. Более-менее простенькие, они вообще это дело не поддерживают. А более современные, они уже у нас поддерживают сквозную зарядку. То есть, она заряжается и тут же заряжает через другие порты другие гаджеты. Это очень важная вещь. Так что вот еще могу добавить некоторые фишки. Многие уже забывают об этом вопросе. А у нас есть гаджеты, которые потребляют немного, небольшой ток при зарядке. Особенно при окончании зарядки. И как бы мы подключили наши часики к нашему пауэрбанку, который не поддерживает это дело, именно зарядка микротоками. Да, заряжается все хорошо, но до конца он не заряжает. Остается где-то 15-20 процентов, он просто выключается, потому что идет маленький ток. Так что, если ваш пауэрбанк поддерживает зарядку микротоком, это очень хорошо. То есть, наши гаджеты будут заряжены на все 100 процентов. Так что есть такое дело. Ну и по умолчанию про наши пауэрбанки можно сказать. Защита от перегрузок, перезаряда и так далее, и тому подобное. Все современные наши пауэрбанки должны иметь защиту по всем портам и по всем возможностям. Ну вот, в принципе, как бы и все. Я вам желаю удачи и хорошего энергообеспечения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok